Еще в феврале, когда Госдума приняла закон о здоровом и сбалансированном питании школьников, было понятно, что не все образовательные учреждения готовы к нововведению. К счастью, в мытищах таких нет. И это несмотря на то, что в округе в сентябре за парты сядут на 2500 школьников больше, чем в прошлом году. Количество учеников достигнет 36500. Именно с этого начали рабочую встречу участники депутатского выездного заседания. Мы будем кормить с 1 сентября всю начальную школу. И, естественно, возникает вопрос, как же эти ребята, а их будет 16, почти 16 тысяч одномоментно, смогут принять либо горячий завтрак, либо завтрак и обед. Ну а если будет вторая смена, а у нас она, видимо, в некоторых школах появится, как будет организован горячий полник. И это, кстати, не окончательные цифры. Горячее питание продолжит получать льготные категории. В прошлом году их количество составило 8 тысяч человек. Место в столовой найдется для каждого. И даже в школах с раздаточным буфетом. Таких в округе 4. Среди них и второй корпус шестой школы. Ну, что собой представляет буфет раздаточный? Это зал для приема пищи, это место, где у нас находится буфетная продукция и место, где находится у нас поставляемое питание, уже готовое питание для детей. В этом зале могут расположиться 96 человек, но этого достаточно, ведь количество учащихся в этом здании небольшое. Второе депутаты посетили школу номер 26. Это стандартный проект. И столовая здесь, соответственно, более просторная. Вмещает 228 школьников. По планам, каждый день здесь будут питаться 480 учеников. Мы так прикинули, да, значит, на первый прием пищи завтраки для первых-вторых классов 190 человек. Следующий прием пищи, вторая перемена, третьей-четвертой классы, там тоже около 190, чуть поменьше. Вот плюс дальше мы успеваем и покормить завтраком, и обеды для остальных льготных категорий. Ну и завтраки за счет родительских средств и обеды за счет родительских средств тоже возможны. Также в ходе выездного заседания были затронуты темы качества питания, организации проверок и реализации проекта «Родительский контроль», который подразумевает создание комиссий из мам и пап для оценки рациона школьников. Для нас самое главное было сегодня услышать и получить окончательно утвердительный ответ, что все школы городского округа Мытища готовы с 1 сентября обеспечивать наших школьников с 1 по 4 классам горячим питанием. Вот сегодня мы в ходе этого выездного заседания в этом убедились, увидели и на личном примере посмотрели, как готовность наших школ. Мытищинские народные избранники запланировали еще одну рабочую встречу, посвященную этой теме. Ее целью будет контроль реализации новой меры поддержки уже во время учебы. Анна Мусалейкина, Денис Корнев, Первый Мытищинский.